всем привет добро пожаловать на мой канал и последняя часть о моей декоративной косметики будет про продукты для губ карандаши покажу помады блески попытаюсь уложиться я в одну часть ну посмотрим как получится у меня сегодня хорошее настроение потому что я работаю последнюю смену ночную отрабатываю все ухожу с работы в общем на другую конечно не дома сидеть как бы мне этого не хотелось но все равно вот 16 лет жизни отдана до предприятию на котором я проработала но по нынешним меркам на такую зарплату уже просто не прожить поэтому пришлось искать другой вариант ну ладно собственно все что не делается все к лучшему и давайте уже начнем это и так поделилась новостями с вами на следующей неделе уже работу раньше никогда я не пользовалась карандашами для губ у меня дернул черт как говорится а сначала мне лена прислала в посылке вот такой карандаш я им пользовалась даже как помадой можно сказать вообще он классно это конечно не настоящий никс но мне очень он понравился по качеству его подточила как раз недавно с этой вот помадой у меня кстати приезжал там покажу от лавей он у меня помаде от и фраше хорошо летом шел и вот я говорю что отдельно как помаду его использовал он очень мягким два раза накрасишься и уже точить надо нот он у меня как бы в любимчик ах и потом я как-то один купила 2 думаю надо все таки и маленечко как-то что-то новенького просто захотелось уже и потом просто по понесло так его наставлю напоследок от эвелин есть вот такой карандаш что у меня так и нет сиреневого карандаша вот например сиреневая вот такой вот именно сиреневой помаде так ни один толком и не подходит или вот вообще прям сиреневой сиреневой от эвелин карандаш 26 оттенок тоже кстати неплохой мягкий такой понравился мне есть вот эти вот карандаши в наборчиках с матовыми помадами тоже долго долго смотрела на них но так и не купила подходящий оттенок себе так и не выбрала от faberlic карандаш какой-то 400 853 какой-то он нежно-розовый что ли он сухой такой больно им прям красить не знаю сомневаюсь что его смогу до конца использовать скорее всего он меня выбесит и я просто выкину по истечении какого-то времени потом есть вот такой вот у меня карандаш бьюти помп 10 оттенок тоже приходил мне в подарок но я такими вообще не пользуюсь у меня есть одна помада но я и помада этой не пользуюсь поэтому уйдет он от меня так ну и вот остались от эйвана у меня карандаши некоторые из основной линейки и вот последние новиночки я покупала все по моему оттенки потом я поняла что мне нафиг не надо столько карандашей мне будут найти штучек 4 хватило за глаза к основным таким цветам помад потому что не всегда с карандашом краш но вообще вот с карандашом я поняла что конечно намного красивее во первых меня как-то губа нижняя не очень ровная а с карандашом красивее получается ну и вообще ладно так розовый букет очень классный тоже карандаш многие девчонки жалуются что портятся карандаши часто или изначально уже имеют неприятный запах вот этот тоже часто использую не знаю у меня ни один вроде карандаш некоторые говорят что прям вот новый карандаш заказываешь получаешь и он уже имеет запах не знаю у меня к счастью такого нет так потом такой вот коралл наверное некоторые карандаши я буду летом добивать как помады как вот этот вот коралл например я кстати попробовала в принципе неплохо ну чтобы просто их истратить потому что вы не таких помад нет ну и по сути дела там девчонки многие как помады используют карандаши то можно сверху блеском даже какими быть хотя я не люблю вот это от наслаивать одно на другое просто у меня зимой очень плохом состоянии всегда губы и поэтому какие-то такие вот помады которые подчеркивают все шелушения и так далее но и в частности карандаш если полностью на губы нанести будет очень некрасиво летом у меня нормально все с губами поэтому я вот наверно летом на них прям упор сделаю и все неугодные мне и страчу карандаши такой вот персиковый очень он мне понравился вообще прям он с перламутром идет тоже даже вот полностью на губы кто любит вообще классный такой цвет его бы оставила коралловый вот этот не стала выставлять так потом simply spice многими любимый это уже такой нюдовый под коричневые помоги тоже его бы я тоже поставила ходовой такой цвет так вот этот вот red brick не знаю даже наверное может и как помаду не буду использовать потому что такими оттенками я вообще не крашусь это конечно было мимо жалко раньше у нас девчонка работала на работе она как раз вот такие вот использовала цвета и все красные помады отдавала с удовольствием бы я дала нам уже не общаемся так deep plum слива какая-то тоже скорее всего тоже потом просто выкинется и все это вот из новых то что я покупала не глядя можно сказать хапанула по спекулятивной цене по скидке смысле 129 рублей так а это розовый кашемир очень конечно красивый тоже под нежные розовые помады но он какой-то твердый им прям надо с усилием нажимать ну тоже можно как помаду использовать мне кажется он вообще будет долго тратиться остальные все как-то более мягкие ну не знаю может быть еще найду кому отдать эти карандаши темные мистери мауф тоже очень один из самых любимых но он похож на вот я решила что раз у меня много помад то мне надо и много карандашей нет и все таки от эвелин больше такую пыльную какую-то пыльную лиловый все таки они разными почему-то казалось что они одинаковые по цвету так и последний это кофе пин тоже какой-то непонятный красно-коричневый попробуйте им полностью на губы но по сути у меня раз-два-три-четыре оттенка которыми я как бы не буду пользоваться скорее всего так ну давайте помаду вот здесь у меня стоят помады которые я брала в косметичку тебя бальзам не всегда вот этот вот тут вот этот вот тут с миньонами банановый намажу сразу губы не отходя от кассы вкусненький так давайте пока есть пока езди рисовать что порисуем добиваю сейчас помаду блашин бьюти это взрыв цвета вот так вот и и осталось прям активно на такая таящая ну одна из самых моих любимых помад ну как бы она уже просто очень старенькая кого год 18 уже срок годности то вышел с ней ничего не случилось я ее буду добивать это вот все помады которые я брала косметичку такая помада целую розы или как он там назывался с эффектом объема не знаю почему она с эффектом объема она ну никакая не перламутровая не визуальный объем губ не увеличивает не фактически там чтобы с каким-то ментолом она была оттенок очень красивый он летний я бы сказала но текстура очень такая плотная она вот вся такая вот тающая и в общем я хочу ее она быстро истратиться в жирненькая такая вот на улице хорошо зимой и носить просто говорю цвет какой-то не очень для зимы подходящий ну я ее буду тоже наверно добивать может быть и во второй половине зимы сейчас не там другую надо пить я вам покажу и потом надо бивашку эту поставлю не хочу чтобы она летом опять стояла квасилась тут таяла поэтому помада от риммель 058 оттенок такая красивая как красная перламутровая люблю зимой такие оттенки носить перламутровые когда снег очень красиво смотрится вот эту зила еще помню раз так и не накрасилась за все это время так это от лавэль 0 5 оттенок тоже нравится мне он такой вот труп на лиловый кстати можно здесь с этим даже карандашом она мне с этим карандашом и приходила я их так вместе использовала хорошая кстати помада мне нравится так давайте покажу пробники что ли очень не использовала все пробники которые у меня были там кое-какие по выкидывал у меня красные помады в пробниках ни одной по моему красной помады у меня нету все которые были я вот раз отдала тогда последний раз той девушке и больше как бы они у меня не появлялись потому что меня несколько раз дарили но мне целиком красная помада нафиг не нужно я если куда-то и соберусь вот у меня есть 5 штучек вот это вот red corbett что ли разные такие оттенки их наверное быстрее на свотча вот так вот и изведу чем на себя иногда какую-то фотографию хочется сделать там сфотографироваться типа как для образа скандал какой-то это разные помады вот это помада не знаю а вот это призма золотыми блестками она я думаю не пробников вполне вполне хватит если мне хочется захочется красной помады накрасить бери болт похоже на ультра немножко разные они такие вот все оттеночки хотела выбросить думаю сколько они могут стоять потом думают да ну вот думаю сейчас выброшу и а завтра мне понадобится красная помада сто процентов ну ладно какая разница пустая это баночка будет валяться или с пробниками ultimate это матовая тоже так что пусть будут и лава лав что знакомая может ультра чтобы яркий мне кажется вполне вполне мне надо так хватит еще нет так можно вообще один заказать пусть болтается день в косметичке если уж понадобится тогда не воспользоваться чем эти все помады хранить так с чего начнем с чего начнем давайте с его на столе и давайте essence вот что я вижу essence 0 5 оттенок 3 помады покупала в этом наборе навал берез такая вот синюшная классная тоже сначала думал ой фучу такое ну конечно не сказала бы что у меня прям очень идет но иногда хочется такого цвета потом 0 8 оттенок из этой же линейки они такие интересные они как сказать как силиконистые немножко и хорошо то держатся на губах не растекаются и плотное такое покрытие дают и 0 7 оттенок нравятся они мне все классные помады дальше вижу и фраше и фраше 41 оттенок сатин какой-то рушь вертишь не знаю брала в подарок за покупку магазине мне он показался наверно под цветом ламп каким-то розовым но по факту оказалось что это прям такая сиреневая помада а-ля 90 ну здесь мы через камеру я тоже вижу более розовый цвет но по факту она примут сиреневый перламутр но плотненькая такая на зиму в принципе пойдет так я уже где-то устряпалась помада уже отделалась марина потом еще ты фраше у меня есть нет нет вот такая вот 112 оттенок она у многих есть тоже гранд рушь сатин тоже перламутровая но она уже такая бледно-красная какого-то такого цвета мне нравится тоже от их прошлой косметички брала у нее тоже такое покрытие плотненькая хотя цвету тоже больше бы на летом я ее и летом брала почему бы и нет так где-то еще не наверное две так что тут еще есть из левого такого в смысле не сетевого его мозаик дипсайн линейка сто пятьдесят третий оттенок тоже такой с блестками тоже надо брать зимой носить ну такая как гелевая не знаю как насчет покрытия плотная не плотная будет так что тут еще то есть мивен стеллари двадцать четвертый оттенок hot brunette сейчас кстати я уже поспокойнее отношусь к отдушкам как-то мне вот раньше прям вообще ни в какую я не хотела пользоваться помадами которыми которые чем-то пахнут это пахнет ярко виноградом ну потом у меня поменялось мировоззрение и спокойно сейчас вот и от oriflame вот эти вот дешевые помадки у них тоже яркая душка и поэтому я тоже ими спокойно так триумф семьсот седьмой оттенок тоже очень красивый кстати говоря он такая тоже тающая плёстки правда вот эти вот остаются золотые по моему насколько я помню от нее ну как-то вот не знаю больше ничего и брать конечно не буду из этой косметики так наверно что тут мы велим наверно еще две помады жидкие потом отдельно покажу все они у меня отдельно лежат так вот вместе поставим мебелин мебелин двести тридцать второй оттенок розовый топаз тоже с перламутром очень красивая помада мне очень нравится и вообще мебелин помады вот эти вот нравится в красных колпачках что открытое у меня и розовый без 721 вот их вместе покупала классные конечно помадки у них такая уже более легкая текстура так сотру наверное и будем там эйваны всякие смотреть эти красные помады в еле только куда могли я представляю что они на губах сделают так еще одна помада это типа от никс я не знала честно что на валбере продают паленую косметику еще подумала почему никс стоит 200 рублей с копейками не угадала я с оттенком 595 оттенок вот такой вот бледно-бледно розовый что она ужасно вообще просто смотрится от нее я буду избавляться сто процентов сразу ее уберу так oriflame oriflame jordani gold rose petal не знаю что это за линейка тоже кстати такая тающая текстура вот летом я пыталась с мелкими мелкими блестками летом я пыталась ей пользоваться но летом она прям тает и растекается а сейчас не знаю надо попробовать тоже вот видите похожа она на вот эту вот помаду ну только вот это поплотнее это более такая прозрачная и с блестками с мелкими идет она тоже мне по моему Лиля наверное дарила так тоже Лиля по моему дарила честно не очень уже помню матовая помада mauve clay такой вот ну не знаю она лиловый он не похож похож больше какой-то красно-коричневый ну все вот через камеру больше в красный а так я вот вижу коричневый не знаю потом вот когда видео смотришь вроде ты видишь то же что и говоришь и видишь на экране то же что и в реале а вот сейчас когда смотришь через камеру вообще цвета искажаются вот вот эти вот помады имеют яркий очень аромат такой какой-то кофейно-карамельно-ванильный мне он раньше раздражал сейчас нормально поэтому я себе вот взяла из линейки металлик в этом году оттенок celestial bronze хочу еще этот сиреневый взять оттенок сейчас в семнадцатом каталоге не будет тоже с мелкими-мелкими блёсточками такими вот этот мне не очень оттенок бронзовый понравился не очень он мне идет но все равно у меня ни одной такой помады нету поэтому пусть будет почему бы и нет так от oriflame по моему все у меня всего лишь три помады наверное тут все и ван и ван фаберлик остался ну может быть там в жидких еще что-то попадется в лес там какой-нибудь ладно давайте перейдем к фаберлику наверное самая старенькая у меня есть фаберлик вот такая вот помада она по моему полуматовая какая-то забыл если честно как он называется 463 вот такой вот сливовый оттенок очень редко я ей пользуюсь с тем карандашом конечно это пошли бы они но я очень редко ей пользуюсь вот хотела немножко ей попользоваться осенью у меня куртка кожаная такого баклажанового цвета но была такая холодина что сразу мы одели теплые куртки и кожанку вообще пару раз всего удалось одеть поэтому все помады которые под нее предназначались пролетели в этом году так последние две новиночки от фаберлик так это лимитированная коллекция гидролипс так гидролипс по моему линейка оттенок четыреста четыреста девять четырнадцать второй какой из них кофейный нюх вот этот а может и этот и вот блин какой я сейчас какая у меня из них косметички очень классная помада сейчас я определюсь вот такой холодный бежевый оттенок как кофе с молоком действительно наверное вот это у меня было в косметичке плотное покрытие сейчас вот на зиму вообще огонь и еще я взяла оттенок четыреста девять шестнадцать там всего четыре оттенка это тоже такой нюдовый какой-то нюдовый розовый да так что вот это вот косметички вот да что ж такое это что там все падать то начало классные футляры вот эти вот на магнитах вообще мне нравятся и нравится да что тебе это линейка оттенков вообще у фаберлик в любой помаде практически очень даже классная ну много таких нюдовых оттенков вот например вот это вот очень широкая у них линейка перламутровые такие помады там что только нет там одних вот персиковых наверное четыре только оттенка плюс еще абрикосовый всякие розовый бежевый ну классные действительно носибельные такие оттенки потому что у эйвон вроде оттенков много выпустят но двадцать пять оттенков выпустят десять из них будут красные десять из них фиолетовые какие-то там вишневые и пять там более-менее нормальных ну сейчас конечно уже как-то они более-менее начали там но все равно фаберлик я считаю круче помады и интереснее так гламшайн 407 85 вот этот вот персиковый оттенок кстати тоже их надо зимой поносить они перламутровые такие но у них более легкое такое покрытие классные и они недорогие потом 407 90 уже сейчас не вспомню конечно какие там оттенки я брала тоже классные и вот это уже более такой по моему коричневый 407 86 ну нормальные все-таки носибельные оттенки приличного приличных цветов так еще у меня есть вот такая помада вельвет кис 405 80 какой-то розово-коричневый по моему что сейчас не да в каталоге смотрела на них акция делала заказ фаберлик и 199 рублей они это по моему в шестнадцатом в семнадцатом по моему каталоге нет наверно 16 еще думала может еще одну взять но не стала в общем классненькая футляры вообще огонь так потом вот это вот сатин кис которые вот здесь вообще мне изначально что-то не очень она понравилась сатин кис ну это летом показалось такой плотной прям а вот сейчас мне кажется самое то их носить это оттенок 403 89 кстати какой-то был написан пыльно вишневый ну я так полагала что он будет какой-то такой приглушенный ну можно конечно и так назвать вишня то она все равно темнее ну все равно довольно таки яркий не совсем то что я хотела ну ладно пусть будет так это какая это софт нюд тоже из последних новиночек 409 91 бархатная помада прям вообще действительно такое такие губы как бархатные и ложится как мусс какой-то нюдовая линейка я от этой помады тоже в восторге осталось так еще от фаберлик из твердых помад вот не перевернуть так а тут у меня что только эйваны остались вроде да гидролипс 406 19 светлая такая помада тоже у них даже вот в таком тюбике есть магнитные кольцо вот это очень красивый тоже цвет такой это розовый нюд захотелось чего-то тоже бледненького нету на коричневые прибьют я начинаю коричневые покупать то нюдовые то наоборот какие-нибудь там розовые то какие-нибудь фуксии так вот такие вот помады сюда будем перемещаться так одна помада у меня из линейки из линейки из линейки из линейки называется фаворит нет нет не фаворит посмотрела в каталоге самое стало интересно легенда есть матовая легенда есть кремовая у меня только матовая оттенок пудровый культ называется она действительно такая матовая уже говорят девчонки что у них уже успела попортиться нет нет у меня ничем пока нет не пахнет ну тут вот такой вот небольшой стик в принципе если что если подналичь то ее реально использовать она действительно матовая очень такая приятная потому что есть у Эйвон матовые помады но это вот уже позже выходило сейчас покажу которые неприятно носить на губах это матовый металлик вот такой оттенок я сама себе покупала золотая ягода по-моему как-то так он называется оттенок конечно очень вообще красивый надо мне как-то попробовать с бальзамом я не знаю вот ну многие говорят что на бальзам наносите матовые помады и все будет нормально я вот даже например намажу губы бальзамом потом промокну их сверху наношу ну получается какое-то неплотное покрытие и они плешивят я не знаю поэтому вот у меня часто с такими проблема с сухими матовыми помадами очень нравился оттенок если был бы пробник я бы взяла бы наверное лучше пару пробников потому что тоже очень редко такими темными помадами крашусь ну будет она у меня до посинения пока я не психаную и не выкину и из этой же линейки у меня есть оттенок стиле пинг вообще вот эта линейка когда вышла я брала пробники там просто офигенские оттенки вот были просто бомбические но сама помада ужасная она такая сухая она противно прям лежит на губах вот этот мне оттенок тоже очень нравится розовый такой металлик приглушенный получал в подарок эту помаду ну нравится нравится вот а носить не могу и сейчас вышла новая помада ультра они матовое превосходство переименовали так это жидкое и у меня есть несколько матовых помад от ультра в общем они поменяли формулу и помада стала просто вау какая офигенная у меня оттенок розовый виноград она очень приятно на губах лежит плотное покрытие вот не тающая никакая не разваливается ничего не как пластилин действительно кремовая матовая помада очень красивый и оттенок красивый и приятно на губах я в восторге просто и вот лимиточки вышли в фокусе были а сейчас будут двенадцатом каталоге я взяла два оттенка первый оттенок вот темпинг очень тоже классные понравились вот это прям очень классно смотрится на губах а это у вас какао такой коричневый приятные помадки приятные наконец-то ой вон что-то путнее вышло так дальше давайте помады фаворит как раз неожиданно тоже увидела во взоре у Зарины как-то раздавным давно что она хвалила вот эти вот помады потому что вот леди например помада мне не нравилась сейчас тоже у леди выйдут новые оттенки много я хотела себе прям штуки 3-4 заказать потому что они дешевые по 139 рублей там в фокусе но посмотрела свотчи у девчонок и мне вообще не понравилось а вот эта помада неожиданно оказалась классной эта помада из линейки color trend называется она фаворит у меня оттенок сэнд очень красивые нюдовые оттенки она тоже такая плотненькая не растекается не расползается стик здесь ну тоже знаете не маленький стоит дешево в районе 200 рублей прям отлично и ньют роуз еще хочу по крайней мере один оттенок точно прикупить марсала мне понравился тоже сейчас как раз там акция будет на эту линейку вообще классная неожиданно так дальше давайте покажу помады три из линейки супер стойких супер стойкость это и как он там называется чтобы сразу их стереть иначе они мне просто въедятся розовые дали по-моему по-русски называется они довольно таки дорогие эти помады по 400 с лишним рублей мне очень нравится этот оттенок вот у меня уже его сколько осталось часто им пользуюсь летом часто пользуюсь потому что она въедается в губы ну как бы под маской не отпечатывается ничего возможно что когда она закончится я даже повторю либо этот оттенок либо что-то похожее потому что к любому макияжу подходит и когда я иду по магазинам например где надо вот постоянно там выйдешь например на улицу ну дойдешь до следующего магазина без маски потом опять маску натягиваешь вот туда-сюда ее чтобы лицо не было в помаде это как раз самое то и такой вот оттенок ну не знаю я вот один из оттенков прям сильно яркий оказался вот этот вот наверное такой прям вишневый тут него возможно я потом избавлюсь и вот здесь какие-то розы тут каждый день он уже побледнее ну тоже знаете ли вообще-то нет похоже даже на этот нет значит когда вот этот у меня закончится я буду пользоваться вот этой помадой а вот от этой ну не знаю можно даже и избавиться если честно ну я и вообще не пользуюсь потому что она въедается прям намертво такой вот темный цвет если бы она хотя бы не сильно стойкая была то не мой не мой цвет так все давайте стираю и потом оставшиеся посмотрим так помада ультра вот из новой линеечки тоже блажь нют это из новых оттенков тоже захотелось мне чего-то такого совсем бледненького под яркий макияж глаз и очень даже приятная помада она и так сама по себе и в старом варианте ультра была помада очень классная в новом все лучше они там еще что-то добавили потом призма у меня одна осталась розовая такая у нее тоже уже срок вышел да нет ну скоро выйдет то в феврале ну меня это не пугает у нее такие колючие блестки в составе тоже я ее периодически пользуюсь но вот они как песочек чувствуются на губах хотя вот помада тоже классная была у меня еще один был оттенок я как-то в один прекрасный момент на год назад что-то я вот когда коричневыми вообще не пользовалась категорически сгребла их все отдала сестре а потом вот даже немножко пожалела думаю не заказать ли опять что-то мне прям захотелось то-то те ну это у меня бывает тоже я ей духи тоже поотдаю вечно потом сижу думаю вот год или два стояли духи не пользовалась как отдала срочно мне понадобились они так а это помада соблазн что ли тоже какая-то старенькая перфект пинг такая вот с разводиками была вот тоже сейчас после сиреневой поставлю ее прямо на добивашки потому что она такая как бальзам и вот зимой самое то цвета ну такого бледного цвета конечно вот под макияж мне не очень нравится такими пользоваться а вот просто без макияжа например выйти прогуляться там или до магазина дойти буду ее в таких целях в общем до использовать так приятная она какая-то там ухаживающая так переходим к жидким помадам и блеском блеск от эйвон то ли лак какой-то охотник сапфирами что-то такое в общем назывался этот оттенок 7 миллилитров здесь целых не понравился мне этот блеск во-первых что он такой прям прозрачный на губах почти цвета то нет это раз во вторых он очень сладкий прям капец вот и каким-то медом или вареньем намазали губы и вот он у меня стоит новенький ну ладно пусть еще стоит может потом отдам кому-нибудь так в принципе он ну не яркий такое так от эйвелин есть у меня такая вот такой блеск голографик какой-то оттенок 72 не очень у эйвелин блески во-первых вот это вот длинная палка вообще нафига нужно они очень липкие сомневаюсь что я его допользую когда не до конца скорее всего он меня выбесит просто его выкину ну иногда вот хочется пахнет стать он вкусно ну и цвета такого у меня нету больше блесках поэтому время от времени пользуюсь это тоже на валбери заказывала поэтому с цветом не очень угадала диваж в районе 300 рублей наверно стоил этот блеск 15 номер тоже голографик ну такое красиво красиво конечно смотрится ну вот на свотче он такой слегка сиреневый золотыми блестками но потом вот эти вот все блестки блеск стирается блестки на губах остаются сомнительное удовольствие я вам скажу от oriflame блеск это его половина примерно 387 68 оттенок я не знаю их наверное уже не продают эти блески что я их давно не видела в каталогах но у oriflame кстати классные блески они довольно таки стойкие тоже частенько им пользовалась летом так дальше от vivienne sabo у меня 43 оттенок очень нравится что он с кисточкой и он такой перламутровый сильно сильно перламутровый розовый с серебристыми блестками быстро заканчивается если у вас там две-три помады то у вас этот блеск я не знаю за месяц наверное закончится но я его тоже часто беру в косметичку здесь всего три миллилитра с одной стороны это конечно хорошо когда вот много помад нафига мне вот эти вот 7 миллилитров это я не знаю мне на 10 лет а вот три вполне реально использовать но с другой стороны или есть разница или ты за 300 рублей например за 350 покупаешь 7 миллилитров либо ты за 350 рублей покупаешь 3 миллилитра это уже конечно очень дорого получается не знаю буду ли я потом еще повторять так этот блеск у меня в косметичке я пользуюсь вот такой вот дурацкий продукт от эйвен это был кушан для для губ и для щек по моему ну типа как и румяна красивый конечно оттенок он такой вроде как маслянистый но на губах ощущается что-то пластилиновое на щеках как-то не очень у меня получается кремовыми продуктами пользоваться все равно получается одна щека ярче другая бледнее ну в принципе вот цвет красивый неудобно пользоваться вот этой вот фигней ровно никак не накрасишь ладно пока избавляться не буду пускай лежит он мне еще не сильно то старый и здесь целых 10 миллилитров офигеть нет срок годности еще нормальный пускай лежит может как-нибудь приспособлюсь и хотя бы половина использую тоже совсем-то целый выкидывать жалко так вот такой вот блеск у меня есть от триумф в оттенки 14 красивый все но съедается прям непонятно от чего вроде ничего не ешь не пьешь об смотришь его уже нет хотела вот еще какие-нибудь купить оттенки на смотри он вообще не стойкий поэтому наверное воздержусь от покупки так дальше от эйвен это вот кремовый металлик жидкие помады классные вообще так это мне вишня что ли металлик черри вот это конечно навряд ли я до использую до конца потому что очень редко такими оттенками пользуюсь ну пока выбрасывать не буду а по сути то тут тоже 3 миллилитра сейчас они еще в распродаже болтаются очень комфортно и на губах металлик роуз вот это вот вообще классная тоже дабы ее добить вообще офигенный цвет розовый золотом я как-то мало на них внимание обращала потом думаю чувств 3 миллилитра посмотрела там тут уже половина там половина думаю если в принципе за них взяться то можно и прикончить спокойно ну вот по осени еще почаще пользовался что-то уже не не так хочется сиреневая отклеилась бумажка ну там один нами сиреневый вот это вот может быть и не успею до конца использовать по что она как-то гуще всех не знаю тут все равно уже вот так вот где-то осталось поэтому может даже и меньше непонятно там буду стараться интересно так надо посмотреть сколько в этих срок годности кого не года 19 7 19 это 10 20 это неизвестно отклеена тут наклейка ну ладно пока нормально не загустели будем пользоваться так дальше от фаберлик вот такая вот помада тоже классная 404 64 очень классный оттенок широчайшая палитра смотрите какой спонжик прям под губы застывает ну она дает тонкое покрытие поэтому на зиму я не знаю может быть и замерзнут губы под такой помадой но вот под маской она застынет вообще будет хорошо держаться отличная ну тоже какая-то супер стойкая не помню уже как называется тоже по моему на нее сейчас скидка 250 рублей она стоит а так рублей 400 потом блеск есть вот такой этот фаберлик 408 31 он такой хотелось бы конечно розового вот такого цвета но по факту тон прозрачный я такие не очень люблю поэтому редко им пользуюсь и последняя помада матовая от тон там люкс визаж 19 оттенок тоже что-то мало и пользовался хотя надо было бы хорошая тоже знаменитая эта помада pin up все недавно я пересчитывала помады все свои получалось у меня 55 штук ну и вот как вы видите в принципе ну мало у меня помад которыми я которыми совсем не пользуюсь наверное ну ну хотя бы все равно раза три в год но по пользуюсь ну вот от этих двух наверное я избавлюсь помад принципе ну еще она вот от этого карандаша тоже потому что им вообще не пользуюсь покажу еще потом в конце года в косметичке в расхламлении там не косметички а пустышки декоративки и туда же уйдут и ну жалко конечно дорогая она падла даже по скидке 300 с лишним рублей ну я просто понимаю что я я ее брала в косметичку но не пользовалась совсем не хватит того что есть а так в принципе вот всеми помадами я пользуюсь так или иначе вот поэтому такого глобального расхламления не предвидится здесь вам было интересно большое такое видео получилось но мне самой нравится такие видео смотреть про помады я могу вообще часами смотреть я включаю зависаю и все и забываю про все свои дела иногда беру листочек с ручкой чтобы там что-нибудь пометки себе какие-нибудь делать и мне помады понравится вот надеюсь вам было интересно может тоже что-нибудь такое увидели для себя присмотрели ну все как бы ну я считаю что у меня хорошая такая коллекция собралась я не останавливаюсь на достигнутом то есть себя никак не ограничиваю если мне какую-то помаду захотелось пусть у меня уже пять штук есть подобных оттенков я все равно себе куплю потому что надо же себя чем-то радовать жизнь такая трудная сейчас какие-то маленькие радости можно себе позволить это не миллион стоит все большое спасибо всем за внимание и до новых встреч пока пока